Четвертый учебный год педагоги и ученики школы начнут в новом, современном здании. Подготовка к первому сентября завершена. Что-то покрасили, что-то зашпаклевали, рассказывает директор. Подремонтировали крыльцо. Ведь у нас школа – это не музей, это живой организм. В нем постоянно идет жизнь какая-то. Как вот у человека? В этом году в образовательном учреждении увеличилось число классов комплектов. То есть будет два пятых и два седьмых класса. Первый класс у нас тут в этом году 17 человек, 17 обучающихся. Выпустится 16 человек, а вообще в этом году у нас произошло увеличение детей количества до 180 человек. В школу дети приезжают из соседних населенных пунктов на новых безопасных автобусах. Разработаны четыре маршрута. Ребята обучаются в одну смену. 18 учебных кабинетов, две лаборатории по физике и химии, спортивный зал с тренажерами. Кстати, здесь занимаются спортом все жители села. Для тренировок на улицы приезжают из соседних сел и райцентра. Актовый зал на 100 мест. Пищеблок, столовая. Директор школы, которая сама ее закончила, комментирует, что ничего подобного невозможно было устроить в прежней, старой школе. На ее подготовку к 1 сентября тратили не только деньги, но и физические и моральные силы. Заместитель председателя областного правительства Сергей Чесноков проверил сохранность здания. Это был один из долгостроев в Ивановской области. Школа была введена три года назад, к 1 сентября 2020 года. Мы сейчас походили, посмотрели. То есть практически новый объект. То есть ничего не поменялось в очень хорошем состоянии. Что касаемо школы по области, то мы в прошлом году ввели новую школу. В этом году у нас вот еще двух новых объектов. Это 350 мест в Суховке и 550 мест в Кохме. Сейчас, кстати, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство школы на 800 мест в Родниках, в микрорайоне «Машиностроитель». Ирина Афонина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Прот kim? Получаетсяка «Барс». Ирина Афонина, Григорий Мартьеваль. Здесь «Барс». Ирина Афонина.